Кентавар так-то реально хороший герой. Я-то и забыл, что я давно его очень люблю как пятерку. Это одна из моих любимейших пятерок вообще в доте. Его там очень долго резали, из-за этого я его реже начал стал брать. Но он все равно охуеннейший герой. Герой просто ебейший. Один из моих любимейших. Просто лучший герой тяжело представить. Я про забыл, как я закупался на нем раньше. Так, я тут биг должен блочить? Нет, кто на кэри будет? Сейчас посмотрим, кто на кэри. Если герой, который может нас на кэмпе попиздиться с легионкой, дальней какой-нибудь, типа там, да это же снайпер, дровка. Ну блять, как вы заебали своими врейскингами. Сука, сколько игр вы должны въебать на врейскинге, чтобы понять, что это праша неиграбельная. Сука, каждую игру. Спасибо за контент, за тебя перестал на сапов на 4к, вираги. Дякую тебе за подримку, моя повага. Дякую за подписку, брат. Охуенно, сука, бля. Я не знаю, как закупиться. У меня линия с ВК. А, я не могу через брейсера тот играть. ВК неиграбельный, держи в курсе. Ну, ты контекст просто не знаешь. Ты просто услышал фразу, вырвал из контекста. Но, конкретно, я говорю в контексте игры со мной. Что все герои из моего пула, которыми я играю, с ВК неиграбельны. Я беру варлока, беру ТВК, я беру... Короче, блядь, посмотри мои вчерашние стримы, позавчерашние. Чё, мне тут стики не нужны на этой линии. Тут невозможно их купить. Я просто колечко должен ебануть себя, походу. Ну, так сделаю. Ну, просто серьёзно. Не, так хуйня какая-то. Чё-то скрытопульный закуп какой-то намесился, да? Вот так менее скрытопульный. Не, ну, так тоже хуйня какая-то. Подъём, работяги. Пора на завод. На скин на завод. А вы что, не слышали? У ребят с Epic Loot новое осеннее обновление. Залетаешь на Epic Loot, забираешь 500 шестерёнок и улучшаешь на них свой скиногенератор, в котором каждые 2 часа ты получаешь халявные скинчики. Его можно качать всю осень, и прогресс не сгорит, как сентябрь. Ну, а если хочешь попробовать что-то ещё, то можешь за эти же шестерёнки стрелять по ящикам и выбивать оттуда ещё больше шестерёнок. Или другие бонусы. Иногда оттуда падают даже кейсы. Залутанные шмотки из скиногенератора отправляются в мастерскую, в которой ты уже можешь собрать готовый скин и вывести его в свой стим. Идеальный завод, не правда ли? А, а если ты ещё хочешь халявный декахук, то добро пожаловать в осенний боевой пропуск работяга. Выполнив все 60 квестов, ты получишь его в подарок. А пока ты выполняешь уровни, ты будешь получать 3 арканы на каждом пятнадцатом уровне. Все ссылки, так же как и мой промокод, будут, как обычно, в описании. Халява не вечная, успей ей рвать кусочек. Блядь, какой скритопульный закуп у меня, это просто пиздец. Чё по закупу я хочу? У меня аспект, я получаю скорость пропускания на его силе. Соответственно, у меня сейчас 340 мс, пиздатый мс. Но я буду бегать через первый второй. Я куплю брейсер, 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 транквилы, блэдмейл, блин. И буду бегать кайфовать. Диспанент маки брал? Конечно. Там игры очень красивые, блин. Чё ты, блядь? Просто стандал. В чём преимущество Кентавра? Герой на линии очень хорош, большая тычка, можно донать крипов. Легко контестить дебик, легко подставиться. Носитель блудмейла отличный и хорошие нюки. Плюс хороший инициатор в мидгейме. Очень сильный ультимейт, неплохие таланты и очень мало вещей требует. Гол, гуля, ну. Бля, ну вот так нельзя. Видит? Только видит. Охуенно, сука, бля. Ну, отец, сука. Бля. Ой, блядь, маршрут перестроен, как говорится. Бля, я не знаю, что-то мои игры сегодня какие-то такие, интересные. Будешь саму фишковать, братико? Вот в чём фишка Кентавра. Потому что он очень жирный. Мало врагов это понимает, насколько он жирный. Стоять на линии или дальше ебашится? Ой, или на базу идти, имел в виду. Не знаю, как будто бы я хочу поставить дальше на линию. Просто пойти вот так вот поебашу с ним. Ну и фишка есть какая-то, что можно типа даблэйдж мгновенно нажать станом, что-то вместе нажмётся. Но я не пробовал так ни разу. Хочу вот так сделать на самом деле. Адресочку ебануть себе. Бегу заблочен, смол разблочен, всё заебись. Адресочка летит. Вот ты говоришь про ВК, а что он играбили. Но ты ж видишь, насколько оно неприятно с ним героям стоять линию. Ни армора, ни сильного скилла, нихуя нету. Плюс он милишник под Кентавра. В этом-то прикол. Что как бы ты линию с ВК не стоял, этот герой в основном крип. Да, возможно, в мидгейме он что-то может. Но в целом это герой параша. Он просто сам по себе неэффективный. Понимаешь, у него мало эффективных способностей. На тебе, нахуй. Я обычно играю через второй, но тут линия, где меня пиздят тычками бесконечно. Я могу пассивку взять в один. Да, не так хуёво. Ну и просто форсить меня пиздить, бегать от врагов. Вот, подиже за мной бегают. Рофлим. Что я не вижу другого геймплея на этой линии? У меня линия с ВК. Что я должен делать? Должен пиздить врага пичками. Что героя нихуя нет на линии. Какой-то крит ебаный бесполезный. Стан без кнопок. Хотя ладно, станчик неплохой сейчас дал. Пусть меня пиздят. А не его. Это лучше немножко для нас. Спасивочка в этом плане мне нравится. Не подходишь ты ко мне. У меня же пизданет лего. Но не подходишь ко мне. Лего хочет первой нажать. Если я подойду, там первой по двоим, минус жопа у нас. Причем у двоих. Найс. Замахивается, блядь. А если я замахнусь, нахуй? Че ты, блядь. Ха-ха-ха-ха. Ну это, сука. Я крипа тоже был добить того. Поехал, поехал, блядь. Жопа за орехом. Чеманки мне не хватает немножко. Сука, имбалансная. Как же меня тяжело убить, пиздецки. Много ресов, меня вливают. Миллион станов. Будь у меня, кстати, стики, мэбби я даже поинтереснее постоял в эту линию. Лови. А, достал. Нормально. Че, не словить первый скил его. Ну, двоих у нас чел нет. Ты нахуя-то дерешься им? Все, ладно, нормально он сделан. Че, выживет после первого, да? А если не прокнет, то... А, заебись, заебись. Подходы резочки подхилимся, там гостик дадим ему. Заебись. Ну, я не знаю, еще танго повезу себе. Да, линия, конечно... Ну, вот, блядь, ну, вот просто линия с ПК базовая. Стоишь эту парашу, блядь. Вся, кидают кнопки, и ты пытаешься отвечать как-то. Очень рад, что враг ошибается так сильно. Если бы враг не ошибался еще, и бал бы нас в жопу, тут было бы посложнее. Он ни разу не разблочил биг кэмп за эту линию. Они нафидили дважды за эту линию. Нахуя-то, непонятно. ВК, ну, типа, даже учитывая, что игрок на ВК молодец. Просто из-за того, что у него герой хуёвый, играть сложнее. Второй аспект что-то делает? Когда у тебя сила, ты получаешь скорость бега. Твоя сила, по сути, конвертируется. То есть, брейсер даст мне, как, ну, скорость бега. Но сапог при этом нихуя мне не даст. Так, у него танго своя куплено. Лучше под башню завел. Бигус, чел, не разблочил до сих пор. В общем, у меня линия против Леона. У меня герой еще бы независимый. И тут один из всех героев, который реально заебывает. На тебе, сука. На тебе, сука. Ты сошь? Я обычно через второй скилл играю. Красавчик. Но тут игра такая, что второй скилл тяжело поспамить. Сами понимаете. Так, один брейсер сделали. Мы второй брейсер... Ну, мы три брейсера будем делать. Сто процентов. Я обычно играю через второй, потому что второй скилл дохуя дает. Играем. Прямо я еще медовую пашку. Не самый оптимальный вариант. Тут просто линия такая, блядь. Если я беру второй скилл, у меня хп никогда на линии нет. Хочу ли я стики грейдить вообще? Или оставить в один их? Да, я не буду стики грейдить. Охуя. Все, один брейсер переехал. Дальше второй выходим. Причем очень важно брейсер второй... Ну, типа брейсеры собирать по микрозапиванию. По частям. Каждый микрозапившись дохуя дает. Ману трачу заранее, чтобы нечего от лены терять было. Ну, подрались, потрейдились. Заебись. Ладно, с этим ВК приятно снять линию. С ним комфортно стоять. Он молодец. Один из лучших ВК на этом аккаунте, что я видел. Я понял. Вроде незначительно усиляется. Ну, можешь почитать. Смотри, сколько. 30% от силы. То есть, получая 5 силы, я получаю 30% от 5 силы к МСу. Ну, короче. Три брейсера дадут мне достаточно нормальный МС. А Транпил я будущем возьму просто для хоперигена. Потому что я из них делаю барабаны. Либо Солара еще кое-нибудь надо сделать. Вроде. Но, нахуй. Не знаю, чем он занимается. М-м-м. 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 Так, да и мысль немножко. У нас 100 каллистан и косяк. И могу башню потанчить немножко. Ну, это преимущество кентавра, в общем, такое, значительное. Герои очень круто танчат товара. Ну, на ранней стадии. У меня 1400 хп у персонажа. Я, к сожалению, не смогу из-за контейсти в тайминг. А, Леон отключился. Ну, я что-то не обратил внимания. Думал, Леона нет, потому что ему просто похуй. А он-то залагал. Да, да, пост 5 кентавра. Хорош как минимум, потому что на низком рейтинге люди не думают о том, кого правильно убивать. Они всегда бьют красное и хилят зеленое. Или защищают зеленое. Кентавр же один из всех героев, которые хочешь, чтобы его убили. Вся концепция героя построена на том, что ты идешь вперед, и тебя должны бить, чтобы ты был полезным. Если тебя не бьют, то ты не такой эффективный. А, и у тебя еще ультимейт полезный. То есть ты в любой точке карты можешь ускорить чубопель для себя. Да, еще ты линии очень круто отпушиваешь, что особенно важно. То, что он линии круто отпушивает, это особенная фишка. То есть вот, у меня... Просто прохожу мимо компа, и, ну, на халяву забрал темп. Мало какой саппорт, можно это легко делать. Да, довяжу уже вард, достакну ему лес. Там бфшку делаю. Пашка по Гудвину. Медовая через батлфюри. Че там? Не стакуй, чтоб стак получился. Ну, застанем. Стик должен... Должен нажать стик, короче, втихаря, чтобы... Как будто поможем, я могу потанчить башню. Ну, как будто поможем, я могу потанчить башню. Легенда. Еще у Кентавра очень маленький монопул. И ты можешь... Это один из тех редких видов персонажей на 5 пост, на котором ты реально можешь не грейдить себе стик. Я очень люблю грейджиный стик. Ну, типа, за статы его, за... Ну, у него много плюсов. Ну, просто на Кентавре у тебя настолько маленькие монопулы, что ты на базу сможешь нажать, скорее, братишка. Не ускорю. Если ты хочешь напасть, у меня стампит есть. Да, я думал, ты по нему пробежишься, но и так хватило. My bad. Я думал, по нему пробежится, и типа, демаж нанесет, чтобы демажа дополнительного хватило. Так, к тому же, демаж наносится от силы. Правда, я не помню, от силы владельца или от силы того, кто пробегает. Ну, это уже такой механический вопрос. Вот. Из-за того, что маленький монопул, ты заодно Клари Тифлуманури гонишь. У тебя 400 монопул. Ну, задумайтесь, насколько это мало. Да, да, еще и стан на ходу, на линии легко нажимать его. Сейчас так, не влез. Насчет товаров, пассивки, там очень... В моменте все брали кентавра через... Пассивку по... Там был билд, короче, манта, и ты бегал с мантой, траволами, башни ломал на кентавре кэри. Думаю, помните это время. Вот, когда пофиксили эту пассивку, как будто бы это хуйней стало. Руночина на кентавре вообще сказочный сидит. Ну, я тоже был в топе оказаться, но... Я просто хотел въебать ему разок вторым, но что-то настроение такое было, знаете, но то нашел. Что, давайте я за третий брусок куплю и все, с этого хватит брейсеров. Можно даже не брусок, можно просто ебашить что-то на силу имбовое. Ну, то есть, что от игре имбовое есть с силой связанную. Ну-ка, не хуйня полная. Блядь, это мне надо, это мне надо. Стоять, нахуй! Ладно, похуй. О, третий брусок хватит. Keep pushing, we can keep pushing. Он в трон идет, да, все? Что он делает, я счастлива. Хуя, он пробежал по нему. Я довольно-таки много хп. Могу башню потанчить немножко. На пятой позиции, так сказать. У меня на пятой позиции на 11 минуте 1700 хп. Не то, чтобы это слишком много, но мне кажется, это достаточно много, чтобы пережить много ударов башен. Go fight. He is weak. Just spam buttons on him. Нажал так, чтобы он... О, ебать, ебать! Ну, мне похуй, дружище, я пятерочек за челюсть. Мимо. Смотри, убей меня, бро. Давай-давай-давай-давай. Да хуй тебе, дружище. Ладно, хуй мне в жопу. Тут ничего больше не скажешь. Пиздец у меня у персонажа хпшек. Еще и стан тысячу лет, да? Две секунды с кд-12 с таким количеством. У нас еще и огур, блядь, 1600 хп. Короче, героя сейчас сказка. Давайте четвертый, ну, так, для профилактики, чисто. Чисто саппорт, вот, профилактическая, для профилактической меры, ебанем это. А наверх просто пайп, ебашем, рейт-клик, и все. Сенча ли барда? Ну, да, наверное, но потом. Сейчас падла. Пойду под в рискинга, помогу ему немножко. То ему немножко демеджа не хватает. Он у него, скорее всего, первый скил не замакшен, но там кд 20 секунд. Через 5 секунд вбежать в него можем под стампидом моим. Мари, можем вбежать в него. Знание механик базовое. Знаешь, что первый скилл долго кд, что ты смело нападаешь с кайфом. С крайсом. И нахуй чел. Ладно, он читер. Что-то поделать у него им. Стики лишний, нужен был пятый. Блин, ты меня на пон берешь или что, чувак? Не, на самом деле нет. Я уже говорил, героя монопол 500. Как ты можешь монополом 500 не иметь стики? Ты одним стиком выкладывай брейсер и фуману регенишь. Как на морфе. Поэтому нет. Пятый брейсер это передос немножко. Я раньше играл через кадреску Транквилы. У меня был видос на канале. Но сейчас как-то подзаебало, так и был дома играть. Че, так сделаем? Пробуем виздум спиздить. Но я до тут побегу, конечно, тысячу лет. А Ганчик делает или что? Не, ман. Мамку. Ебал. Подписчик, я вашу мамку ебал. Без негатива. Не знаю, я просто какую-то хуйню захотел сказать. Сколько у меня стрим идет уже? Вот у меня обычно по третий час стрима начинается поток шизофрении. Потом я устаю и под восьмой час еще вторая волна начинается. Ну, на хуй стики постоянно играет? Не знаю. Ну, блядь. Слушай, ладно. Если на ВК играет человек, то как будто бы это прям больно. Это больно. То, что он такой дэмэдж наносит, он прям чувствует. Он молодец. Блядь, он еще так идеально в башню нажал. Видели, когда мы его стан, ребят? Это примерно ноль. Блядь, он ман уже выстрелся тому. А, он в Леоне. Он сосет в Войда. Ой, ну ты на Леоне, конечно, чемпион. А, че, не прокнул? А, крита не было просто. Егор, крита не был. Ебать, он пережал! Легендарь, блядь. Он же ебашит их, не? А, не, не, не ебашит. Блядь, могу помочь ему хоть как-то. Че я могу купить, чтобы помочь ему? Гранату, блядь, все. И гранату он в него прям кинул. Поехали. Мочу могу взять? Мочи нету. Блядь, это не даже МС. Ой. Пережим. Хорош, блядь. И этого, этого. Давай, 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 давай. А, ну ладно. Я делаю вид, что отхожу, чтобы Никс побежал за ним. А, нормально, дырит. Че, пассивку взять, чтобы меня не убили тут? Потом, не можем. И заеб-то будет меня убивать. Че ты, друг, блядь? Гномик, ебаный, задавлю сейчас, нахуй. Ладно, проебали. Ладно, заставил братишку просто. Space. Не, справлюсь ради. Я думал, что дэмэджа хватит. Я просто пассивку в два взял. Это ошибка была. Ну и гномик, приятно гномика задавливать, на самом деле. Не, ну то, что ВК такой дэмэдж наносит, для меня это прям отдельное удивление. Прикольно этот аспект через Spectral Blade. Прикольно. На, блядь, блинка, погибали еще молотком. Санчик что-то решил не давать. У него аспект еще немножко не тот. Но в флейне, когда играешь, другой аспект берешь. Че мне с этой парашей сделать? Блядь, ну мне надо стики загрейдить. Че, в чем проблема? Я сап. Я сап в норме. Похуй, что это не обязательно, но я могу это делать. Могу. Значит, делаю. Очень много в подбот играл зачем-то. Как будто бы мне нужно играть с самым сильным героем на карте. Ну, это либо ВК, либо этот, Огур. Огур пизмонный. Блядь, у меня... Ну эту игру мы не въебем никак. То есть тут, блядь, ну посмотрите на наши герои. ВК, ты меня слышишь, да? Если захочешь, можешь стампить заколить. Да-да-да. Если не надо, я нажму. Хорошо. Ну я, походу, в топе случайно драку забайсил только что. Нажал стампит, они подумали, что я для топа нажал. Да, вот, потому что пачки так отпушивает на него вольготно можно. Это очень круто. 2300 хп. Блядь, в прошлом патче он еще имбовее был, потому что брейсеры на 25-й сильнее становились. Вы только задумайтесь. То есть ты на этом гентавере на 25-й еще сильнее становишься. Да, у него же еще врожденка ебейшая. Я об этом вообще забыл сказать. У него врожденка каждые 20 секунд дает ему доп. хп. То есть ты к лейту не выпадаешь. Хотя вот это хп, оно стакается, 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 ты довольный. Показался на пачке, с надеждой, что враги ТП понажимают. В ВК, конечно, играет, как будто просто похуй. Знаете, вот такое ощущение, что человек просто играет и говорит, да мне поебать. Хороший вард стоит. Поставь в центре и сломай. Пожжж, пожж, пожжж. Вся убьют, кажется. Ну, немножко никто вас надо, по ощущениям. То есть я должен за него следить. А, у него ульта есть. Ты че, дружище, я щас тебе сам отсосу, слышишь, блядь? Подумай, нахуй, хорошо. То есть ты мне сосешь, я же тебя тоже сосать могу. Только, блядь, зубами. Губами. 10 секунд стампит. Просто он реально так сосет, как будто я ответить не могу. Давай, че только отойдем. Топик, а чем надо? Давай, вайда. А, есть стампит, я нажму еще. Я понажал ТП, но... Блядь, ну, ребят. И пошумать. Ну, как такой фар можно пропускать? Ну, че они не добавляются? Знаешь, угроза, вот приходишь, ты... Тебе вот говорят. Приходишь ты на пиздилку, и тебе говорят. Слушай, щас сосать будешь, блядь. Ой. Че я сказал так что? Приходишь на пиздилку, и тебе говорят. Я тебя сосуну, и ты такой, да нет, я сам тебя сосу. Здорово, здорово. Спасибо, ничего, никого заказать не будешь даже. Вот, приходишь на пиздилку, и тебе говорят. Щас сосать буду у тебя. И ты такой, да нет, я сам тебя сосуну. И все. Вот. И че, лваху я просто. Привет, сексуалка. Здорово, здорово. Вот так примерно говоришь, типа, привет, сексуалка. Блядь, где кэмп? Че, вот это хуя им бывает. Много хилит. Вот. Спасибо за донейшон, мистер ми. Ме, е, ми. Мистер ми. Мистер бист. Ты мистер бист, кстати. Блядь, музыка очень. На, нахуй. Я не могу помочь, братишка. Без негатива. Ну, нормально. Били меня, а не ВК. За это потеряли минимум двух, а то и больше потеряют. Здесь, конечно, подойдет шнюкс. Снайпера ищи на них все? Рот. Блядь, Леон, ты пляцкий. Ну, только не бей Леона, снайпера убей. Ну, нахуя ты? Ну, нахуя ты бьешь Леона? Ну, это же очевидно, что это хуевая цель. Вот, цель, вот. На башке легенды, кстати. На ВК, блядь, тоже вообще трахарь просто жесткий. Протанчили дэмэдж, создали пространство. Дастали ли мне МС, если я его возьму вот вместе с этим? То есть... Подожди, вот у меня МС... Сколько? Скорость бегала. Где? Я не вижу из-за рукопа. 348. Беру талантный МС. 368. Странная, короче, механика. Написано, что не стакается, но как бы стакается. Чего? Чего, я в боте пачку закачаю, а это мой пайп лежит. Проебали. Проебали. Пайпачка, я чё, должен смотреть, как он убегает или чё? Конечно, я не буду смотреть. Да, ещё фишка Кентавра, что он очень жирный. Ты можешь на Торментере быть просто жирной хуйней, которая танчит от Торментера. Вот. Ну, то есть, ты можешь кем-то пойти, и без ваебонов просто протанчить весь дэмэк. То есть, пайпа у меня сложновато будет убить с по ощущениям. Рано, на башне танчить можешь. Бам-бам. Ну, раньше, конечно, рано пиздец был крутой по башне. Сейчас вообще никакой. Раньше даже на снафе можно было кнопочку подмакить. Ну, есть дамаж какие-то, парни. Ставлю лайк. Ставлю лайк за дамаж, ребят. Там это разве не похуй, но количество какой-то хп есть, но вроде процентов бьёт. Не, он не бьёт в процентах. Он отражает ровно столько урона, сколько ты нанёс. Чем больше у героя хп, тем лучше он его танчит. У Кентавра, как ты можешь понять, много хп. Залмай, блядь. Такая скучная игра, очевидная просто, в одну коленку. Просто когда я увидел, что они до линии делают, у нас линия была не сильная, но мы с ВК как-то чё-то переебашили их. Ну, ВК красавчик, на самом деле. Вот он реально изменил моё мнение о том, что на ВК одни долбови на этом рейтинге играют. Один из лучших ВК, что я видел на этом рейтинге. Я переживу ульт снайпера? Я думаю, да. Лёд, рай. Ультанишь на снайпере? Пожжу, пожжу, пожжу. Ультани? Ну, сейчас точно переживу, сейчас уже скучно даже. Блядь, это больно было. А чё так больно? Я не понял. Как будто, подожди. У него, наверное, нейтралка первая, сфера, которая дальность так увеличивает, да? Да. Он сделал тычку, я даже не заметил эту тычку, а это было из-за дальности. Воу, забавный механик. Он буквально из-за дальности тычки меня ударил. Нихуя себе он дал ему. Там без вещей продачал, но вы сами видели. Да, скучная игра. Есть такое. Так, у нас заказа не было никакого в допке, да? Пэп не нажал. Так, я хотел забайтить на ульт снайпером. Падло было просто нажимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok